Русские новости 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 Плохая фотография может вдруг оказаться уникально, замечательной, если вы подработаете контрастами, освещенностью и так далее. Вот такие вещи надо делать. Лежит у меня, например, в Архимии единственное сохранившееся письмо с фронта моего другого деда, деда по отцу, который погиб в 1942 году под старым осколом. Я все время вспоминаю его и напоминаю своим детям о том, что их предок сложил голову в самой великой войне, которую вел наш народ когда-либо. И я прошу наших соратников, единомышленников, не ходите на мероприятия, которые организует ныне действующая оккупационная власть. Это то же самое, как если бы вы ходили на какой-нибудь Гитлер-плац и размахивали флагами нацистской Германии. Нельзя участвовать в мероприятиях негодяев, воров и изменников. И когда, даже если вы берете в руки портреты своих предков и становитесь в колонну, это колонна военнопленных. Понимаете, вы превращаете своих предков в военнопленных, которых ведут по маршруту, который предопределен. В конце этого маршрута пропасть. То есть вы вместе со всем народом, со всеми своими предками, детьми, потомками, вы ведете, показываете, что вы за Путиным идете, ведете страну в пропасть. Не участвуйте, не участвуйте в мероприятии «Бессмертный полк». Бессмертный полк у вас дома, у вас дома, в ваших семейных архивах, в вашей памяти. И отношение к своим предкам – вот ключевой момент, который должен определять праздник 9 мая. Если бы это было наше правительство, если бы во главе государства стояли бы действительно русские люди, которые ценят русскую историю, почитают победу как свою победу, а не как какой-то там исторический инструмент, с помощью которого можно пудрить людям мозги. Если бы это были люди, которые заботятся о будущем нашей страны, тогда другой вопрос. Тогда мы вместе со своими правителями, правители вместе со своим народом. Все правильно. Но в данном случае ни в коем разе нельзя участвовать в этих безобразных подделках под прославление Великой Победы. Лучший памятник нашей Победе – это Великая Россия, это будущее русского народа. Вот над этим надо задумываться и над этим надо работать, не только 9 мая. Но 9 мая – это повод, чтобы вспомнить, что миллионы людей сложили, миллионы русских людей, других коренных народов, но прежде всего русских людей сложили головы для того, чтобы суверенное государство существовало. Существовало место, где русский народ может обеспечить собственную государственность. И если она при коммунистах не была русской, то сейчас нет государственности как таковой. Нет государства. То, что мы видим вокруг – это не государство, это оккупационный режим. Нет законов, которые распространялись бы на этот режим, на этих чиновников, на этих депутатов и так далее. Нет закона, который защищал бы нас от деятельности мошенников, проходимцев. Нет судов. Это имитации, это не суды. Нет правоохранительных органов, потому что у них главное – это удержание власти нынешней олигархической группировки. Они ради этого работают. Ну а то, что касается запросов граждан, это все лишнее. Если в решение какого-то вопроса не включены деньги, то разве полицаю это может быть интересно? Ему интересно либо исполнять то, что требует начальник, прямые его указания, либо интересно приобщиться к каким-то денежным потокам. Нет этого и все. А для большинства граждан ведь они живут без всяких денежных потоков, от зарплаты до зарплаты, как и было в Советский Союз, во время существования Советского Союза. Недавно тот беседовал со своим тестем, которому под 80, мы вспоминали советский период, и оба синхронно возмущались, как вот люди продолжают нам вешать лапшу на уши, якобы в тот период, в коммунистический период, так все было замечательно, и у нас якобы все было, дети были под присмотром, все были обеспечены, все это вранье. Ну вранье на вранье. И тесть мой, который был еще ребенком во время войны, послевоенное время, застал и военное, послевоенное, ну и Хрущев и Брежнев в эти времена, когда он уже был взрослым человеком и прекрасно видел, что творится вокруг. И я, чья молодость пришлась на 80-е годы, тоже видел, что происходит, какой там коммунизм. Коммунизм себе построили бывшие коммунисты, Ельцин, Путин, все их окружение, бывшие комсомольцы типа Ходорковского и так далее, и так далее. Они себе построили коммунизмы, индивидуальные коммунизмы, а страну разграбили, им просто захотелось жить так же, как живут за рубежом самые крупнейшие магнаты. В общем-то, не делая ничего, там магнаты, может быть, как-то организовывали промышленность, поддерживали науку, использовали эту науку для того, чтобы создавать общество массового потребления, массовые товары, развивать спрос и так далее. Эти вообще ничего не делают и не умеют, и не знают, как делать. Все вот эти олигархи, которым, знаете, так заискивающе начинают поклоняться, они же полные бездари, а чаще всего и неучи, они ничего не умеют делать. Их просто назначили олигархами, украденное распределили по их карманам. А если они выскакивают из общего сценария, то вот как с Ходорковским, все отнимутся, о, из стороны пинком выкинут. Ну, так же, как и с другими, и с Березовским, и с Гусинским и так далее. Ну, люди немножко не по сценарию пошли, но так же, может быть, с любым олигархом, они прекрасно это знают. И живут в рамках тех возможностей, которым предоставила нынешняя бюрократия постсоветская с советскими мозгами. Посмотрите на Путина, это типичный советский человек. Ну, советский так условно, потому что никакой советской власти не было. Но вот это типичный человек того самого периода, абсолютно безграмотный, не умеющий ничего делать, не способный говорить правду, не способный сопереживать своему собственному народу. Это типичный коммунистический или комсомольский руководитель, типичный гэбист тех времен. Хотя тогда еще, может быть, в КГБ служили люди, которые служили одновременно отечеству и немножко себе. Сейчас служат прямо наоборот, в основном себе и олигархическому режиму, но никак не отечеству. Но вернемся все-таки к вопросу о празднике 9 мая, потому что все не так однозначно в мозгах. Вот мне тут довелось посмотреть один комментарий, который меня поразил. Вот мы, русские националисты, предлагаем русскому движению определенный стиль и просим всех этого стиля придерживаться. Чтобы у нас не ходили на шествия в драных джинсах, полосатых рубашках, красных фуфайках и прочее, прочее. Чтобы было какое-то стилистическое единство. Мы говорим, одевайтесь в черное или в темное, ну, по крайней мере, в темное. Ну вот на шествии 1 мая наши соратники оделись в основном черные. Черные куртки, черные рубашки, черные головные уборы. И вот когда это шествие было снято, видеоролик небольшой, вот показывают этот видеоролик, тут же возникает какая-то, извините, дура, которая говорит, вот как хорошо, что у нас этого нет в наших городах, ходят тут всякие нацисты. То есть человек реагирует в рамках тех штампов, которые навязаны ныне действующей пропагандой. Антирусской, антинациональной, вообще антироссийской. Все, что исходит от Путина, от его пропаганды, это все против России. Ну, просто если каждый из зрителей теленовостей сосредоточится, вот любой пропагандистский продукт попытается проникнуть в причины его возникновения, и в цели его публикации, представления публики, то поймет, что это все антироссийское. И здесь тоже такой вот штамп. Люди в черных рубашках вышли. Ну все, это значит фашисты, нацисты, вот их всех надо расстрелять к стенке и так далее. Вот такое отношение. Это часто бывает у молодых людей, которые, видимо, в семье получили какую-то болезнь, какое-то заражение вот этой любовью к начальству. И поэтому любую оппозицию они будут определять как нечто абсолютно неприемлемое. Да, есть неприемлемая оппозиция, но при чем здесь фашисты? Фашисты вообще-то жили в Италии и Муссолини. Есть ли русские фашисты? Ну, где-то в Харбине они были. Но они так-то себя называли. Что такое русские фашисты? Понять обычному человеку просто невозможно. Фашисты – это ругательство, просто ругательство. Ну, можно сказать, в Кремле сидят фашисты. Против Путина выступают либеральные фашисты. Или национал-фашисты, вот справа, там, националисты, это, значит, как тоже тут один, извините, придурок, сказал. Ну, национализм – это же один шаг до национал-социализма, а там фашизма. Ну, бред, понимаете. Вот национал-социализм – это идеология нацистской Германии. Фашизм – это идеология Муссолиниевской Италии. Какое есть совпадение здесь вот с тем смыслом, который вкладывают вот эти ругатели в эти слова? Да никакого совпадения, никакого понимания нет. Это просто ругательство, которое эти люди считают на уровне своего интеллекта. Вот они свой интеллект, естественно, оценивают очень высоко, и они считают национализм, нацизм, фашизм. Вот такая цепочка. Нет такой цепочки ни в какой политической науке, нигде нет, кроме как вот в мозгах загаженных путинизмом. Вот этот путинизм, либерализм, все эти измы, которые выходят за пределы русского национального мировоззрения, они с ненавистью относятся к русскому движению, поэтому лепят ему все ярлыки всех эпох. Ну, прежде всего, вот советские эпохи, советские пропагандистские штампы лепятся русскому движению. Ну, чем вот черная рубашка уступает там по своему качеству белой рубашке, например? Ну, вот в белой рубашке ходят в основном бюрократы. Галстучек, белая рубашка, пиджачок и так далее. Ну, а мы чем-то должны отличаться, у нас должен быть какой-то свой дресс-код. Вот предлагается такое, черная рубашка. Ну, не дай бог белый галстук, потому что это уже дресс-код итальянской мафии. Поэтому черная рубашка, так же как монахи, ходят в черных рясах. Вот мы, можно сказать, политические монахи, потому что, ну, как и положено быть монахом, не имеем какого-то материального интереса в политике, не имеем личного интереса использования тех политических процессов, в которых участвуем, чтобы получить что-то. Вот это уже национал-предатель, национал-торгаши. Они есть, мы знаем фамилии, их я уже называл неоднократно. А вот такое политическое монашество, вот черная куртка, черная рубашка, черный головной убор, когда холодно. И нормально, если вот в этой среде сложится определенный стиль, и среди тех, у кого этот стиль сложился, еще выделится группа такая военизированная, которая на наших шествиях будет стоять впереди, как такая флаг-группа, или там лидирующая группа в фуражках, в портупеях, это нормально. Если казаки ходят, кто в лес, кто под рова, непонятно в чем одеты, то вот если бы такая вот парадная группа у нас была, я бы был очень счастлив. К сожалению, пока желающих участвовать вот в таком построении наших колонн, наших шествий не так много. Поэтому мы и не стремимся к тому, чтобы раньше несколько раз мы выходили, но с тех пор по нам прокатились репрессии туда-обратно, и люди стали побаиваться одеть фуражку, одеть черную шинель, подпоясаться ремнем. А это нормально, это нормально. Никакого нацизма там, разумеется, нет, и не было никогда ни в идеологии нашей партии, ни в идеологии наших союзников, ничего этого не было. Но налепить нам ярлычок, да, хотят. Причем надо отметить, что визжали по поводу дискредитации больше всего не либерасты, которые, ну, может быть, так изумились, ну, им-то привычно считать нас своими врагами, а мы их считаем своими врагами. А больше всего визжали тогда, в 12-м году, когда мы вышли, так называемые нацдемы, нацдемовщина. Вот это вот, как раз есть национал-предатели, они вроде как себя националистами считают, что-то говорят о русском, там пишут даже что-то такое, но на самом деле являются либералами. Они объявляют, что их выбор европейский, их европейский выбор, это и есть их измена русскому выбору. У нас только русский выбор, просто национализм, без всякого национал-социализма, без всякого национал-демократизма, национал-либерализма, просто русский национализм, без приставок. Ну, кого тянет там в национал-социализм, ну, я не знаю, тоже кривятся мозги, вот и в отношении 9 мая тоже есть такое поветрие, такая фронта. А давайте я вот не буду считать это правильно. Для меня это не праздник, для меня это поражение белой Европы перед азиатскими полчищами, которые привел Сталин, это бред сивой кобылы. Я просто говорю тем, кто, я знаю многих таких людей, которые пытаются вступать со мной в какие-то дискуссии. Честно говоря, не хочу вступать в эти дискуссии, потому что настолько очевиден бред вот этого, этой позиции, что тут нечего оправдывать. Тут нужно просто человеку как-то переболеть вот этой глупостью и вернуться к нормальному мировоззрению. Вы должны быть с русским народом. Где было большинство русского народа во время Великой Отечественной войны? Конечно, на стороне Красной Армии. Так уж получилось. Да, в тылу были враги, которые били в спину. И по ту сторону фронта были враги, которые пришли на нашу землю. И если представить себя в той ситуации, вы что, не пошли бы на фронт, сбежали бы куда-нибудь в лес, спрятались? То есть, насколько вы там запасли на 4 года себе провианта и дров там накололи, чтобы не помереть от холода. Вот так вы себе видите, буду свое поведение в ситуации войны, которая произошла тогда. Враждебный русским режим. Да, вы что, перебежите на ту сторону и будете биться с русскими людьми, которые были призваны в Красную Армию? Если вы это сделаете, то есть, вы станете изменниками, ну тогда очевидно, что все остальные, кто себя мыслит в той ситуации, будут считать себя бойцами за русское будущее, а вас предателями и вас, в общем, к стенке. Это понятно. Но есть другая сторона, которую тоже очень сильно преувеличивают и совершенно неправильно оценивают. Вот русские на стороне гитлеровского вермахта не предатели, не те, кто вступил во власовскую армию, а те, кто вместе с Врангелем или другими путями ушел из Советской России, всегда был врагом советской власти, врагом коммунистической партии. И вот эти люди вступили, каким-то образом оказались на стороне врагов русского народа. Как это могло произойти? А вот так гражданская война не закончилась. Поэтому эта сторона требует иного отношения. В гражданской войне нет правых. То есть те, кто потом казачьих генералов повесил, расстрелял, сжег, развеял их прах, совершили такое же преступление, как и эти генералы, не поняв, на чьей стороне они находятся и продолжив гражданскую войну. Полицаи, которые вешали председателей сельсоветов, это преступники. Ну и пришедшие НКВДшники, которые ловили этих так называемых полицаев, а также и всех подряд, кто там с ними знаком был, и вешали, расстреливали, они тоже совершали преступление. Это было продолжение гражданской войны на фоне Великой Отечественной. То есть здесь надо в сознании четко разделить Великая Отечественная война и продолжение гражданской войны. И именно так оценивать вот это столкновение. Невозможно встать однозначно на сторону генералов Краснова, Шкуро и других, которые были в германском вермахте. Они, кстати, не воевали. На Восточном фронте их практически не было. Они там в основном где-то в Югославии душили коммунистов и правильно делали. Я думаю, что гитлеровские стратегии понимали, что нельзя русских использовать против русских, как бы они не договорились между собой. Поэтому в Югославию душить коммунистов, коммунистическую партизанщину, это правильно. Есть какие-то претензии за это? Ах, на стороне Гитлера были. На стороне Гитлера была вся Европа. Вся Европе будете предъявлять претензии? Так вы предъявите сначала претензии хотя бы той же Франции, которая была вроде бы как потом победителем, среди победителей была записана. Но она воевала против России, против Советского Союза. Она же воевала, направляла свои войска. Поэтому вы сначала предъявите претензии к крупным геополитическим игрокам, тем, кто соучаствовал в этой войне, своим противникам. А потом уж этим очень небольшим по численности соединениям. Ну просто дураки, я считаю, что это какое-то ублюдочное суждение, когда начинают говорить, на стороне Гитлера воевало 5 миллионов русских людей. Вранье. Ну вранье просто развранье. Кто-то там написал недавно, что когда Власовская армия перешла на сторону, как раз такого, во-первых, не было, она не переходила. Да, было Пражское восстание, в этом восстании приняли участие части Власовской армии. Ну там были ничтожные цифры, просто ничтожные. Это никакого влияния на исход войны не оказало, не оказало. И никакие там ни 800 тысяч, ни 200 тысяч, да не было этого, не было этого, не было таких цифр. Если бы такие цифры были, война бы складывалась совершенно по-иному. Представьте себе двухмиллионную армию русских людей, да не было такого, не было. Я думаю, что если в честь всех, кто хоть как-то работал в оккупационной администрации, хоть даже улицы там под металл, получая рейхсмарки, вот все совместно, совокупно, наверное, составят там может 2, может 3 миллиона. Но те, кто был под ружьем, каратели, полицаи, там вооруженные люди, какие-то формирования казачьи и так далее, и так далее. Вот если их всех вместе сложить, то эта численность вот этих людей, численность русских людей, оказавшихся предателями, будет крайне незначительно. Крайне незначительно. И к этой численности мало что прибавляет и Власовская армия, и вот эти казачьи формирования под руководством Краснового и Шкуро. Это ничтожная часть. Но тем не менее, эта часть заметная для русских националистов, потому что они не могут принять режим. Режим Сталина для них абсолютно враждебный, как он и был враждебен всем русским людям, вся большевистская система, весь большевистский режим, конечно, для нас враждебен. Но давайте мы отделим родину от начальства. Ведь это же игра на коммунистический режим, когда вы победу связываетесь со Сталиным. Давайте разделим. Не Сталин обеспечил победу. Сталин при всем присутствовал, еще мешал этой победе. И многие его, вот эти, тот тыловые, так называемые структуры, они были предназначены для того, чтобы держать, удерживать власть большевиков любой ценой, в том числе и после победы, ущемлять победителей, поколение победителей с тем, чтобы оно не почувствовало воли к свободе, стремление к освободиться от коммунистического диктата. И вот поэтому 9 мая мы, конечно, должны вспоминать, мы сможем и должны вспоминать преступления Сталина, в том числе и в период войны. Преступления его в предвоенной подготовке к войне, преступная беспечность в переоборудовании границы, преступное отношение к армии вообще, которая утратила всякую инициативу и не смогла оказать никакого сопротивления в первые месяцы войны, буквально завалив трупами огромные территории, которые должна была защитить силой оружия и силой духа. Не было силы духа, поэтому оружие вывалилось из рук. Это вот большевистская армия. Нет силы духа, нет силы оружия, соответственно. И то, что Сталин исчез в первые дни войны и вместо него отдувался около микрофона, который вещал на всю страну Молотов, это тоже о многом говорит. Полная растерянность, полная недееспособность. Не знаю, может быть там было и бегство, как помните про Ельцина, там было, что его упаковали как бревно и готовы были вывезти в американское посольство в 1991 году. Но потом как-то его оттуда вынули и принудили к тому, чтобы он все-таки хотя бы как-то имитировал свои должностные обязанности. Вот, я думаю, так же было со Сталином. Сталин наворотил там кучу всего со своей безмозглостью, столько людей погубил. Ну, просто на его личной совести миллионы погибших солдат, потому что бессмысленные, глупые операции, полное незнание людей, которым он доверялся, в том числе и генерал Ласов. И поэтому Сталина не уберешь из истории. Это крупнейший деятель 20 века, может быть самый крупный. Тем не менее, для русского человека здесь оценка должна быть однозначной. Сталин это не наш герой, это герой не русской истории. Это герой советской истории, да, безусловно. Если, скажем, выпускать альбом полководца Победы, то я бы первым портретом поставил бы портрет Сталина и его биографию, где бы честно написал, что это бандиты, убийца, что это ставленник большевистской власти, безжалостный негодяй, который убивал, в том числе и своих соратников. Бездарный полководец, бездарный руководитель. Тем не менее, через какое-то время, начиная с середины 42-го, может быть 43-го года, он все-таки научился хоть каким-то основам стратегии и понял, что надо доверять генералам, которые имеют опыт управления большими человеческими массами. Это действительно уникальный опыт, которого больше никогда не будет. Это действительно уникальная война по размаху. Вот представьте себе, по числу вовлеченных людей, по количеству и мощности вооружений, вся Великая Отечественная, ну в целом возьмем, вся Вторая мировая война, она как бы по совокупности факторов может быть приравнена или сопоставима, по крайней мере, со всеми предшествующими войнами. В том числе и по массовому героизму, и количество героев, совершивших воинские подвиги, сопоставимо со всей предшествующей историей. Количество русских героев в этой войне, в Великой Отечественной войне, сопоставимо со всеми героями предшествующих времен. И количество выдающихся полководцев, это не один-два, это не командующие размерами соединений в десятки тысяч, это миллионные массы людей, огромное количество вооружений, хозяйственных вопросов, которые одновременно решались. Поэтому, если бессмертный полк это толпа людей, которые друг другу совершенно чужды, они не знают, кто идет рядом с ними, что это за портреты, что они несут за портреты. То нация сплачивается, когда у нее есть общие герои, и имена этих героев, в общем-то, известны, только надо определиться историкам, где пропаганда, а где реальный подвиг. Отделить одно от другого. Тут, когда Гастелло таранит своим подбитым самолетом колонну вражеской техники, тут уже ничего не сделаешь, тут ничего не приписать. И подобные подвиги совершались, и этих людей надо знать. Если Алексей Моресьев сбивал немецкие самолеты, потеряв обе конечности, снова сел за штурвал своего истребителя и снова сбивал немецких асов, здесь уже ничего не попишешь. Ну вот с 28 панфиловцами там произошла действительно история, и надо об этом знать. Надо знать, что корреспондент Красной Звезды придумал эту историю, сочинил со слов, которые записал и художественно приукрасил. Включил туда фамилии людей, он их записал, но с ними он не встречался, или с теми, кто воевал рядом, он не встречался. И все это разыгранный эпизод, и то, что из архивов эти материалы были извлечены, и вот это вот скрытое коммунистическим режимом дело было частично обнародовано, это должно нас побудить не к тому, чтобы возбудиться и сказать, нет, не дадим 28 панфиловцев в обиду, это наше все, это... Ну если есть документы, если есть уголовные дела на тех людей, которые потом оказались полицаями, а вовсе не были среди этих панфиловцев. В других местах панфиловцы другие люди совершали подвиги, а эти нет. Их наградили всех там посмертно званием Героя Советского Союза, а потом оказалось не все погибли, а некоторые даже оказались в эту сторону границы. Это должно быть исследовано, и если здесь нет героизма, а если что-то даже прямо противоположное, то это надо убирать, а настоящих героев пропагандировать и о них рассказывать. К сожалению, у нас этим правительство, средства массовой информации не занимаются, не занимаются прославлением настоящих героев. Вот к столетию Алексея Моресева фактически ничего не делается, и общественный комитет собрался, потыкался, и что-то вот, да, там, митинг торжественный провести на Пушкинской площади в Москве не получается. Ну, не хватает мощности, денег не хватает, там, оборудования не хватает, не хватает даже вот какой-то административной поддержки, на которую вправе были бы рассчитывать люди, если бы режим был наш. А режим абсолютно чужой, враждебен. Скорее, вот извращенцам дают какие-то мероприятия проводить в московские власти, чем вот те мероприятия, которые общественность готова была бы провести вот в честь Алексея Моресева. Я бы хотел вспомнить, вспомнить бесспорно тех людей, которые обеспечивали победу. Это полководцы победы, их имена надо знать, я их сейчас назову в некой последовательности, которая мне кажется правильной. Ну, я и на память могу воспроизвести все эти фамилии, может быть, забуду, но забуду одну-две, если буду просто так с корговоркой перебирать. Поэтому я прочту эти фамилии и с кратким комментарием. Если бы я, вот хотелось бы мне издать такой альбом «Полководцы победы» с портретами, парадными портретами полководцев и краткими биографиями. Вот без Сталина не обойтись, пусть будет Сталин в парадном портрете, но про него написана правда, истинная правда, где его решения были спасительными для страны, где были губительными для русского народа. А это было и то, и другое. Как и у некоторых других выдающихся полководцев, в частности, Конев и Жуков, соревновались, кто из них быстрее продвинется к Берлину в последней фазе войны. И самые большие потери, приходящиеся на один день, это как раз именно Берлинская операция. Самые ужасные потери. Поэтому есть и эта оборотная сторона. Оборотная сторона полководческого таланта, безжалостность к людям. Вот это страшно. Но есть, вот если я бы последовательно ставил вот в таком альбоме, альбоме памяти о полководцах победы, я бы написал Сталин, следующий Жуков, Василевский, Рокоссовский. Это группа, как бы, лидирующая, это, ну, как бы, бесспорные лидеры вот этой полководческой группировки. Затем по алфавиту идут Баграмян, Ватутин, Ворошилов. Ворошилова, ну, считают, как бы, человеком другой эпохи, который себя никак не проявил. Но предметные исследования историков последних лет показали, что Ворошилов может быть отнесен к группе выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. На небольшой период, на очень тяжелый период, тем не менее, его решения, его деятельность имели позитивный характер и сделали свой вклад в победу. Дальше Говоров, о котором мало кто знает, Еременко, Конев, Малиновский, Маргелов, основатель воздушно-десантных войск, может быть, не все с этим согласятся, Мерецков, Толбухин. Вот его я хотел бы особенно отметить, как человека, который проводил выдающиеся военные операции с минимальными потерями. О нем практически ничего не известно, потому что он очень скоро скончался после войны. Петров, генерал Петров, о котором тоже мало кто знает, но оборона Одессы, оборона Севастополя, как без этого? Закончил он войну генералом армии, хотя был представлен на маршала, но вот тоже не состоялось. О нем следует помнить и Черняховский, который не успел получить маршальскую звезду, потому что был смертельно ранен в каком-то достаточно странном эпизоде, где непонятно кто выстрелил по вот этой машине, в которую ехал командующий, и осколок снаряда его отправил на тот свет. Но тем не менее, это тоже выдающийся полководец. Можно было бы в эту когорту отнести также адмирала Кузнецова, может быть, командующий авиации, артиллерии, танковых войск, разведки, военной промышленности. Но все-таки те, кого я перечислил, это и есть ядро полководческого таланта, которое сконцентрировалось в небольшой группе. И именно эти люди так руководили войсками, где-то более успешно, где-то менее, где-то думая о собственных потерях и послевоенном будущем страны, где-то игнорируя все это и исходя из тезиса «Мы за ценой не постоим». И вот эта цена оказалась слишком большой. Но самая большая цена, конечно, заплачена русским народом в этой войне за коммунистическое руководство, за большевистский погром нашей страны. От этого были самые большие потери, от этого было поражение в войне в первые годы, в первые месяцы. Ужасные поражения, ужасные... Не потому, что талантливы были немцы. Они, конечно, замечательные солдаты, блестящие офицеры, генералы. Немецкая армия была сильнейшей, бесспорно. Было это доказано в полях сражений, что в то время гитлеровская армия была самой сильной в Европе. Вся Европа была покорена. И вся Европа, вся Европа воевала против Советского Союза. И следствием поражения Советского Союза было бы порабощение и уничтожение физического истребления русского народа. В этом нет никаких сомнений. Поэтому и у нас не должно быть никаких сомнений, что 9 мая это праздник величайшей русской победы во всей истории русского народа. Величайший праздник. Но к этому празднику никакого отношения не имеют ни Ельцин, ни Путин, ни все, кто его поддерживает. Все, кто его поддерживает, это те, кто поддержали бы и оккупантов, те, кто поддержали бы любой политический режим на нашей земле. Это предатели. Любой, кто поддерживает Путина, заведомый предатель, заведомый полицай. Я это говорю с полной откровенностью. Я не считаю за русских тех, кто поддерживает нынешний режим Путина. Это не русские, это не Русь, даже если они говорят на русском языке. Поддерживаешь Путина, ты предатель, ты полицай, ты, значит, на той стороне. А мы на этой стороне, мы за своих предков, за тех, кто воевали за нашу страну во все века, во всех режимах. И сейчас, будь война, мы, конечно, встанем на защиту своей страны. Но если нас будут толкать к гражданской войне, ни под каким видом. Никто не должен поднимать оружие против русских, человек против русских людей. Ни в коем случае. И любой, кто это сделает, это предатель, это наш враг. И это я хочу сказать, прежде всего, сотрудникам правоохранительных органов, которых готовят к войне со своим собственным народом, организовав так называемую нацгвардию. Какой нации эта гвардия? Явно не русской. Это какая-то вот, можно прямо назвать, не русская нацгвардия или многонациональная гвардия. Но только не русская. Вот там, где многонационал, там, где интернационал, где космополитизм, где обслуживание олигархии, там наши враги. А мы будем с ними бороться, и я уверен, что мы победим. И продолжим празднование 9 мая вместе с той победой, которую мы одержим над тем проклятым режимом, который сейчас порабощает нас. Слава России!